По отчетам аналитиков, россияне по итогам 2021 года набрали кредитов на рекордные в истории 14,1 триллиона рублей. Евгений, вы как автор законопроекта о кредитной амнистии, как можете прокомментировать такие данные? Почему россияне все больше берут кредитов и вот основной объем, пишут аналитики, взяли перед новым годом основной объем кредитов? Да, друзья, здравствуйте. Смотрите, получается ситуация такова, что реальные доходы россиян падают, причем падают уже сколько получается, 8 лет подряд, несмотря на все впечатления со статистикой, которую Росстат производит, а кредитов берется больше. Это может быть следствием только одного, что денег не хватает буквально самое необходимое на еду, потому что если бы, скажем, брали бы на предметы роскоши, например, ну такой теоретически тоже возможен, то реальные доходы бы росли тогда, но реальные доходы падают. Поэтому закредитованность свидетельствует о том, что людям не хватает на самое необходимое, не хватает на оплату услуг ЖКХ, на одежду, на обувь, на еду, и мы знаем, что сегодня мы даже видим это по регионам, вот особенно езжу, когда вижу часто вот эту там кредитные карты разные рекламируют, которыми можно без процентов там отовариваться в продовольственных этих дискаунтерах. То есть понятно, что это становится актуальным, уже рынок пришел туда, то есть покупка еды в кредит, это вот уже для нас повседневностью стало. На конец 2021 года порядка 12 процентов российских заемщиков испытывают сложности с обслуживанием кредитов в цифрах, но это порядка 6 миллионов человек. Это достаточно большое количество граждан, но тем не менее резкой динамики, негативной динамики этого показателя нет. 2021 год на рынке розничного кредитования стал таким годом высокого спроса. К этому есть несколько причин. Во-первых, в 2021 году реализовывался спрос россиян на кредиты, получение которых они откладывали в 2020 году на фоне острой фазы коронакризиса, особенно в первом полугодии 2020 года. Многие граждане в период нестабильности, в период непонимания, какие у них доходы будут, граждане очень сильно сократили свою потребительскую активность и предпочитали избирать тактику сокращения своей долговой нагрузки. Это все, конечно, сформировало отложенный спрос, который и реализовывался в 2021 году. Это первая причина. Вторая причина – высокий уровень инфляции. На фоне высокой инфляции что происходило? Происходил рост цен. Это особенно очень хорошо заметно, например, на рынке недвижимости, на автомобильном рынке. Ну и мы сами с вами также ходим в магазины, мы видим, насколько возрастают цены и даже по данным Росстата показатели инфляции достигали достаточно высоких значений. Такой бум кредитования, еще раз, он связан с тем, что у людей падают реально располагаемые доходы. Они снижаются где-то с 2012-2013 года. То и во время пандемии это процессы только ускорились. Что, кстати, звучит очень парадоксально на фоне, например, таких комментариев, как от председателя счетной палаты Кудрина, что мы живем на 20% богаче, чем, например, люди в СССР в день 89-90-х годах. Но он забывает учесть о социальном расслоении, что некоторые 1%, например, самых богатых, он стал сжить на несколько тысяч процентов лучше. А 20% самых бедных где-то на 20% сжить стали хуже, чем в СССР. Бум кредитования, он все-таки связан прежде всего с переживаемыми нами экономическим кризисом и обедением людей. Как вы относитесь к кредитной амнистии? В России действует институт банкротства частных лиц. Он предполагает урегулирование взаимоотношений кредиторов и заемщика в случае, если у заемщика есть определенные сложности с обслуживанием долга. Эти процедуры регламентированы законом, они работают, и, конечно, гражданам про это надо знать и пользоваться этими вещами. Законным способом это сделать тяжело. Если там какие-то договоренности в плане коррупционной составляющей, ну, тут можно стать вообще соучастником этой преступной схемы. Так что, друзья, рассчитывайте на свои силы, на банкротство рассчитывать не надо. К овульному, конечно, списанию долгов, наверное, отношение негативное скорее. Но, опять же, для ряда случаев возможности выхода из тяжелой ситуации должны быть предусмотрены законом. И они в какой-то степени уже существуют. Кредитная амнистия, она находится в программе КПРФ. Есть уже конкретный законопроект, конкретный, где все прописано, откуда брать деньги. И конкретно из фонда национального благосостояния, он огромный сейчас там, соответственно, ну, по любым там меркам, там больше 10 триллионов рублей. Этого хватит для проведения амнистии. И, соответственно, никаких препятствий к этому я не вижу. Да, возможно, будет какая-то небольшая инфляция, поскольку разовое вливание денег в экономику стимулирует спрос. Но не только инфляция, это же будет поддержка производства. То есть спрос, он всегда как бы поддерживает производителя. И даже если там небольшая инфляция, она людям 500 тысяч рублей, это очень серьезная поддержка, она явно перекроет. Сегодня мы видим инфляцию и без того она зашкаливает. За 2021 год количество банкротства было увеличено по сравнению с 2020. Хотя некоторые специалисты скажут, что в 2020 году там не работали суды и прочее. Но тут явно видно, что огромное количество людей, физических лиц, не могут платить по долгам и вынуждены прибегать к этой процедуре. Но тоже ведь ничего хорошего. Они, значит, должны будут распродать свое имущество, допустим, которое могло быть возместить эти долги. И хотя еще раз подчеркну, что эта процедура более цивилизованная, чем, например, человека там пришли бы коллекторы или бандиты и выколачивать долги. Но все равно это ведь ничего хорошего для человека не значит. Это уже такой крайние меры. И главное, что эти тенденции тоже растут. И это очень впечатляет.